В переговорах в Сочи приняли участие министры иностранных дел Доминиканской республики, Республики Эквадор, Содружества Доминиканы, Республики Эль-Сальвадор и Никарагуа. Министры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, туризма, а также общественной безопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Также в числе обсуждаемых проблемы минимизации последствий глобального изменения климата. Сегодня между странами Селак и России было подписано заявление, в котором были конкретизированы основные направления сотрудничества. Диалог в таком формате «Россия-Селак» – это важная составляющая нашего внешнеполитического курса на латиноамериканском направлении. Мы заинтересованы видеть Латинскую Америку сильной, политически сплоченной, экономически устойчивой и видим, что этот регион уже утверждается сегодня в качестве одной из основ формирующегося полюцентричного мироустройства. «Страны сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна считают Россию партнёром с большим потенциалом. Это взаимодействие, которое направлено на улучшение благосостояния наших граждан. В следующем году мы продолжим наши встречи, а сегодня признательны за организацию встречи на самом высоком уровне». Также в числе приоритетных направлений сотрудничества отметили, в ходе встречи остаётся подготовка кадров. Так, краткосрочные курсы повышения квалификации на базе учебных заведений системы МИД России уже прошли свыше 700 специалистов из стран Латинской Америки. Ну и добавлю, что Сочи уже становится традиционной площадкой для рабочих встреч по линии Министерства иностранных дел страны. Так, в июле Сочи принимал министров из 12 стран, участниц организации Черноморского экономического сотрудничества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...